Сегодня правительство республики подписало соглашение с автономной некоммерческой организацией Школьная Лига. Также называется проект, который курирует Лига. Реализуется он Минобром совместно Роснано. В рамках специальной программы планируется обновить естественно научное образование в школах, подготовить кадры для индустрии высоких технологий и воспитать потребителей нанопродукции. В проекте Школьная Лига участвует второй лицей Чебоксар, а два дня назад к нему присоединился еще и 20-й лицей столицы. Вместе с тем, помимо участников, есть еще и просто партнеры. Школьная Лига разрастается. Все больше желающих в регионах управлять из Санкт-Петербурга и Москвы, как сейчас, становится сложно. Лига намерена создать региональную сеть. Об этом сегодня перед подписанием соглашения говорил представитель организации Михаил Эпштейн. Сам документ рамочный, на основе его уже можно будет делать конкретные шаги. Но в любом случае соглашение должно быть интересно всем сторонам республики, школам и Роснано. Соглашение, которое подписано, третье в стране. Когда регион готов этим соглашением, гарантирует, что готов участвовать в развитии такого проекта. Поддерживать детей, поддерживать счастливей, поддерживать школы, которые готовы начать меняться. В этом смысле, в моем понимании, мы, как ресурсная школьная сеть, школьная лига, получим партнеров в лице Минэкономразвития, в лице Министерства образования и в целом правительства Чувашии, с которыми вместе сможем двигать проекты на территории Чувашии. А Чувашия получит в нашем лице помощь методическую, образовательную, программную, иногда ресурсную, в развитии своих школ. С другой стороны, мы сможем тот интересный и уникальный опыт, который есть на территории Чувашии, представлять и другим регионам тоже. И в этом смысле возникло такое взаимопыление, взаимодополнение, взаимообгощение, что на наш взгляд и реально работает.